Так, а по кому я еще не проехался? Амиран вернулся сейчас. Ну тоже, уже 200 лет мужику. Ну вот моя кучка идеи. Пайтнэ сейчас скорее мертв, чем жив. Могу наспор сделать больше, чем любой другой. Как раз в этот момент зашел Сударман Гулян. Я просто уничтожил. Если Анатолий Судьянов скинет затронную бомбу, Камил Гаджиев скажет, ну нормально пошумели. Ну уже сколько можно, ну в конце концов. Ночью закроют, говорит, освободится же там не тысяча людей, освободится сотня человек. Нас кавказов не очень любят. Это было более для зрителя маргинально. Сейчас зритель скажет, да он что с ума сошел, типа старый. Где-то когда бойцы на себя больше берут, чем нужно. Может этого габа не понравится. Калмаков. Минеев. Мне кажется, он из коротких штанишек по ПМВ никак не выпрыгнет. Почему? Камил будет делать противостояние Минееву с Мэйлом по нардам. Меня даже Миней с Мэйлом не возбуждают. Приходить к каким-то элементам трэша. Драки, криминал, нерусские. Все так. Салам алейкум. Друзья, всем привет. Меня зовут Ярослав Степанов. Это очередной выпуск программы «Хук вам». И сегодня хотел сказать, мы в гостях. Точнее, у нас в гостях. Мы в гостях, по идее, да? Камил, у тебя. Мы все в гостях у центра города. Да. Ну вот, мы в гостях у центра города. Мы это глава менеджерской компании «Принципиум» Виталий Тарасов. Камил Гаджиев, менеджер, промоутер. Вообще, всей ипостаси в одном. И у нас, как правило, вот такие выпуски начинаются с такого практически традиционного вопроса. Как гости друг друга знали до того, как оказаться здесь? Виталик, вот интересно, как давно ты узнал Камилу? И когда, на каком этапе ваши пути более-менее как-то могли где-то пересечься? Ну, мы с вами об этом как-то разговаривали. Даже это был 2010 год, «Битва под Москвой-2». Я здесь не давно вспоминал, это был октябрь, у меня даже есть видео. Я, может, с кино. Целое вечность. Я езди на старый телефон Nokia снимал. А все время добро пожаловать в боевые Шестернистана! Ура! Остуешь! И тогда дрался, я помню, Штамин Зауров с Венером Галиевым. Они дрались в финале четверки. В финале четверки, да. И основной тезис, который после турнира сказали, что уже старые соревнования, как соревнования, они не будут смотрибельны. И сейчас как раз такие турниры, они больше будут в интересе. И вот тогда мы впервые, ну, я впервые вас услышал, потом через полгода уже был Бату Краус в мае. Марти. Марти, да. И после мы пересеклись в мае. Но я просто вас видел, это было на, когда W5 делали четверку с Жабар Масхеровым и Марком Замедисом. Это было на Арбате. На Арбате, да. А потом уже впервые заговорили, это у нас был проект такой, проект был Мэтт Бир. И у вас был турнир Али Багаудинов с Тайсоном Нэмом. И тогда мы у вас брали интервью, вот я помню, что тогда впервые. Да, это у вас YouTube проект был Мэтт Бир, да? Я помню. Тогда, кстати, фантастическая развязка, одна из самых неожиданных в истории Тайсона Нэм. На последней секунде раунда накрунтировал. Да, да, прям с Бонгом там буквально. Малыш. Да, 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 и все тогда удивились, мягко говоря, в каком раз. Тайсона Нэм потом пошел в UFC. Ну, Тайсона Нэм вообще умел удивлять. Но он перед этим еще Жалгасу Жумагулу проиграл. А потом попал в UFC, но он такой, ну что сейчас, не ему посвящен выпуск, но такие ребята есть. Он умел неожиданности какие-то совершать. Крутой. Я помню, Пупа сказал, что, говорит, я беру уже ведро, иду в угол. И, говорит, я подхожу и вижу, что в Алине лежит. Да, конечно, такая трагедия, драма. Ну, да. Вот, Камил, интересно, когда еще был момент, когда поп ММА и ММА как-то так разграничивали строго, потом эти границы немножко стерлись. Сейчас там Виталика знает, как человек, который работает там с топами, типа Виталия Минакова, там Хайбулы Мусалова, Мурада Халидова, то есть там много чемпионов, Лен Друж, Тимур Золотой, в общем, перечислять можно долго. Да. Как ты узнал о человеке таком поднести? Ну, как раз Виталика, ну, сейчас не будем говорить Мэтт Бир, тогда его просто вот как человека знал, а так уже более о его деятельности. Мы больше пересекались в рамках бойцовского клуба на РЕН-ТВ. Там у Виталика тоже своя ниша, аналитика, там бойцы определенные. И мы, когда этот проект делали вместе, мы встречались на РЕНе и там штурмили, скажем так. Там уже мы так более плотно коммуницировали. Вот вчера готовился, когда к выпуску, смотрел подкаст, когда ты был с Арменом у Кимчи, это, получается, в феврале было. Тогда Кимчи поднимал тему такую, что вот сейчас как будто бы у Fight Nights не все здорово, то есть мало турниров. Ты сказал, что мы, в принципе, вот по-прежнему придерживаемся этой планки, там, 8-11 турниров в год. Но с тех пор, получается, вот был большой турнир с Арнавский-Сулумов, потом был совместный турнир с Найзой, я так понимаю, и вот сейчас был турнир в Ульяновске, но такой, может, даже чуть не в стиле Fight Nights. Да, мы в Ульяновске особо не качаем. То есть у нас мы выйдем на планочку где-то около 8 в год. То есть сейчас просто, ты правильно сказал, был с Арнавским-Сулумовым, провели турнир совместный с Найзой. Сейчас у нас большой боксерский турнир. Минеев и Смаилов, он просто много сил забирает. Да, и вокруг него что-то делать, но это на самом деле нецелесообразно. Выжженная земля, потому что большое событие. Потом турнир в Ереване. Дальше у нас запланирован турнир в Сочи, Москва и Астрахань. Ну, то есть поэтому мы спокойненько выйдем на этот режим 8 турниров в год. Еще и кикбоксинг же проходит периодически. Я его не считаю даже, да, это все равно FKR Pro. Но вот если брать под брендом Fight Nights, свои 7-8 турниров будут выходить. Ну, вот этот тезис, ты же, наверное, тоже с ним периодически сталкиваешься, что Fight Nights сейчас скорее мертв, чем жив, вот как лига. Насколько это оправдано? Можно и так сказать для кого-то, а я бы другой вопрос задам. А кто живее нас? ACA? Потому что количество ивентов, которые проходят, впечатляет. Но есть вопрос. А что наше дело сделало сейчас такого? Сегодня будет Армен Гулян у нас в гостях. Из-за чего мы из штанов выпрыгнули? Ничего. Забрало очень многих уже топов Fight Nights. Дмитрий Арышев. Вчера я прям удивился, когда увидел подписание Магомеда Сулумова. Не, вообще, как раз таки, ну, во-первых, так скажем, хорошее слово топ. Топ у меня не заберешь. Топ он на то и топ. Понимаешь, да? То есть, если тебе скажут завтра, что наше дело подписал Владимир Минеева на долгосрочный контракт, вот тогда уже, как говорится, корабль пошел ко дну. А, ну, давай простой пример. С Арышевым. У него закончился контракт. Дима ждал от нас предложения. Мы ему предложение сделали. Мы с ним договорились, пожали руки и пошли в армянский турнир в Ереване. Но Миша Аллахвердян сообщил, что все-таки он 84, там, по ряду причин он не впишется. Бой развалился. Зачем мне придумать бой ради боя? Я говорю Арышу, пока были прикольные люди, Сантос, Сверид, мы делали. Бой с Минеевым я тебе сделать не могу. Сейчас другие планы. Зачем ты? Мы не нужны тебе, ты не нужен нам. Все, все. Сулумовым. Я хотел бы бой с Жорой Айвазяном сделать. У Жоры планы поменялись. Жора в БеллатР подписался. Я сказал, Мак, ну, я могу делать, но сейчас много платить не готов, потому что я на данный момент, я не вижу, как окупить вложенные в тебя деньги. Все. Мак говорит, все, я тогда послужу предложения от других компаний. Я сейчас не говорю, что в наше дело пришли бойцы, которые мне не нужны. Нет. И Сулумов, и Арышев, прикольные ребята, одни из, там, условно, лидеров. Не звезды, прям, но лидеры. Но я просто не знал, что с ними делать, объективно. И поэтому они, как нормальные люди, сначала ждут предложения от промоушена, в котором выступают. Потом идут туда. Ну и что теперь? Теперь в нашем деле, если Сулумов подерется с Эдиком, можно будет сказать, что, там, крутой бой. С кем должен подраться Арышев, чтобы мы сказали, что это крутой бой? Я пока не знаю. Поэтому наше дело молодцы, они делают много. Они делают много. Но это пока не то, из-за чего люди скажут. Вот это да. Ну, это мое мнение. Вы можете с ним соглашаться или не соглашаться. Поэтому пока вот это да, нету промоушена, он может хоть 20 турниров в год делать. Могу наспорт сделать больше, чем любой другой. Могу вообще каждые две недели делать турнир. И у меня съемочная площадка есть в этом, в Академии, в своей огромной зал. Я вам сейчас его покажу. Просто бери и делай. Как это, как называется? Стадионные турниры и съемка, да? Липа Апекс на UFC. У меня там все уже стоит. И когда люди рассказывают, что они сделали 25 турниров в год, из них 15 сняты в один день в ангаре, ну, это вообще как бы не сюда. Вот и все. Поэтому я оцениваю по эмоциям, которые я от промоушена получаю. Я очень крутые эмоции от ESEI получил, когда Мага Исмаилов дрался с Александром Емеляненко. Больше я таких эмоций от ESEI не получал. Я получил от хардкора эмоций, когда Шавхал Чурчаев с Толей качал в клетке, но бой так и не состоялся. Это было шумно. От нашего дела, сегодня у Армена спрошу, я пока не получил этих эмоций, я не получил проект, от которого я сказал, ну, ничего себе, вот это да. Ну, может быть, чуть локально, но всего на уровне нашего дела, мне показался такой бой Мусалов против Татарина. Так подзорвал с точки зрения интереса. Он попал в твой поле зрения, когда разница в 40 килограммов. Потом-то да. Потом просто с фактом попал. Ну, естественно, потому что это везде обсуждается, что один из... Да, да, просто большой маленький. Да, да, просто большой маленький. Да, да, да. С Давидом Голиаф против 120. Это круто было, как вот промо, постпромо турнира было круто. Но сам турнир, что я его сидел, ждал, RCC, Шелеменко-Исмаилов. Пушка. Это было эпично. Ты хотел на этот турнир поехать, понимаешь? Да, вот это да. Я понимаю. Делают ли такие турниры Fight Nights? Ну, в этом году их тоже не было. Вот сейчас Минеев-Исмаилов. Боксерский вечер. Понятно, почему он боксерский. Много причин на это есть. Вот это да. Потому что мы сейчас на 10 миллионов билетов продали, еще на 10 продадим. Люди голосуют рублем. А кто там просмотрами голосует, тоже хороший голос, но так. Но тяжело конвертируется, да? Ну и не очевиден. Ну и не очевиден. Все равно, если в Ютьюбе... Ты меня поправь, Виталий. Или ты, Ярик. Если в Ютьюбе внизу под видео стоит 2 миллиона просмотров, ты же не знаешь, что 2 миллиона человек? Ну, конечно. Ну, конечно. Поэтому это все так. Больше смотря для кого, для каких людей. Сегодня Илья Ковальчук мне написал, хоккеист, да? Говорит, слушай, там же 20-го турнир, хотим с Женей Малкиным приехать, поболеть. Это уровень? Я считаю, что уровень. Вот пока остальным промоутерам не написали, большие ребята, да? Просьба занимать очередь, блин. Пока так. Сложно что-то противопоставить, да? Виталий, а вот ты, как человек со стороны, который вообще видел, получается, да, путь Fight Night, по сути, самого зарождения практически, вот сейчас как ты видишь эту лигу, то есть в каком состоянии? Я могу точно, знаете, как сказать, что у Лиги есть этапы. И вот мы много раз видели, когда Лига начинала сжиматься. Вот тут долго такой период, на самом деле, был. Пускай локально, многие, может, этого не видели, но такой период был. Сейчас мы видим очень крутой бой Фомич против Халидова. И Fight Night, мне кажется, так же. Просто есть периоды какие-то более успешные, но главное, что турниры идут. Есть периоды, это рынок, да? Он то сжимается, то наоборот расширяется. И в любом случае, с появлением большого количества промоушенов, рынок начинает где-то перенасыщаться, да? И тяжело одному промоутеру делать так много турниров, просто на это столько не будет спроса. Но главное, чтобы турнир жил, и Fight Night живет, и он от вашего бренда, в принципе, как бы неотделим. У нас же еще, знаете, кстати, Виталий, вот сейчас мысль быстренько пришла. Вот рассуждение, наверное, ММА-болельщика о том, что там Fight Night скорее мертв, чем жив. Окей, я могу, наверное, с ним согласиться, потому что он хочет там чего-то большего. Он хочет Федора. Например, да? Ну, у нас же как был, 16-й год Федор там. И там много-много-много-много. Смаил, потом и Хариваш. Да, всегда что-то было интересное. Смотрите, ребят, просто пища для размышлений, для всех, кто смотрит. Можете соглашаться, можете нет. Вашу рубрику смотрят в основном болельщики ММА. Да, окей. Вы не представляете, какое количество людей сегодня приходит вот к нам, подходит на улицах, еще кто-то говорит, блин, удачи вашей футбольной команде, так круто и так далее. Мы просто стали много делать за пределами индустрии, то есть диверсифицировались. Пошли, например, в медиафутбол. Мы тратим на это 30 миллионов в год. То есть мы же могли еще пару турниров бахнуть. Но мы понимаем, что надо туда идти. Там другая аудитория сидит. Более молодая. На будущую перспективу. Не платежеспособная, ничего не хочу сказать, но как бы более молодая, более перспективная в будущем. Вот так. То есть мы как бы сейчас вверх не выросли, да, но вширь продолжаем расти. Наше дело тоже пытались в футбол играть. Не получилось. Хардкор пытался играть. Не получилось. Хардкор в баскетбол заиграл. Да. Наше дело еще точно заиграет в футбол, думаю. Но столько, сколько Fight Nights, ни одного другого промоушена в других социальных сферах же нет. По факту. Вот поэтому я за это, как бы, я считаю, что мы в нормальном таком... В разных нишах такое продюсирование. Да, мы в таком своем нормальном, честно, среднестатистическом состоянии. Как-то так. Виталь, вот ты, ну, каким-то образом, были ли у тебя попытки какие-то, может быть, подписать кого-то из своих ребят в Fight Nights, или как-то повзаимодействовать на уровне таком, как менеджер. Один раз мы с вами говорили, как раз после программы «Хук вам», когда «Золотой» с вами был на выпуске, по поводу Димы Шока и Жигана. У вас предполагался возможен турнир по боксу, но не состоялся. Ну, вот по нему был единственный переговор. И был у Владимира Мышева по Кадиеву, по гейкбоксингу также переговор. Но Кадиев же у нас выступил. Там он выступил. Ну, я иногда же постфактум только узнаю, что это вообще Виталик, люди. Сейчас я, знаешь, такой юмор родился. Сейчас, если Минаков вдруг в Fight Nights выступит, это в итоге чей человек? Вообще, я считаю, что у бойца должен быть менеджер. Это правильно. Наверное, в меньшей степени это применимо к прям большим именам. Если про Россию внутри говорить, наверное, к большим именам в меньшей степени применимо. То есть, когда менеджер есть у Александра Шлеменко, или у Владимира Минеева, или у Магомеда Исмаилова, это вот так уже чуть даже странно. Потому что они потом сами как решат, так и будет. Да, там больше задачи связаны с медиа. То есть, такого помощника больше договориться по интервью, вот это сделать и так далее. Ну, тоже менеджер. Да, но такие люди по деньгам обычно сами все решают. Да, и они решают, и о чем-то глава промоушна всегда с ними сам напрямую разговаривает. Как-то так, мне кажется. А так, я считаю, бойцу-менеджер нужен. Потому что кто-то должен этим жить. Кто-то должен этим жить. А те бойцы, которые сами себе типа менеджеры, знаешь, они вот даже берем бойцов по ПММ и многих. Почему говорят, что есть проблема с классом, с уровнем мастерства? Ну, потому что много времени тратят на все остальное, кроме боев. Угу. И появляются раздражители. Уморильные. Уморильные было такое. Вот сейчас Марат Исаев будет боксировать. Знаешь такого? Да. С Погодиным, да, у них бой? Да, у них бой с Погодиным. У нас сейчас на боксе. Я вот по нему четко вижу. Он, Марат, интересный такой был. Он по ММА дрался там в 2013-2014 году. Мы делали турнир в Костроме. Он там по ММА там все. Мог тогда развиваться, все. Нестабильный? Ушел в какую-то, знаешь, в какую-то пургу. Он сам себе режиссер. Что-то он там качает. Здесь там по каким-то правилам невыгодным для себя подрался. Здесь по выгодным не подрался. И вот раз, и уже смотришь, 10 лет прошло. Я думаю, Марат, ты уже давно суперзвездой должен стать. А ты до сих пор. А он два раза Коваленко проиграл. Да, он проиграл Коваленко. Ну, слушайте, молодец Свят, конечно. Он как бы молодец. Легенда уже даже по-своему. Но не должен Марат Исаев с его классом Святу проигрывать. Но не должен. Но, как бы, что имеем, то имеем. Да, я считаю, что это как раз проблематика менеджмента. И где-то, когда бойцы на себя больше берут, чем нужно им, в принципе. Вот сейчас 20 июля большой турнир, большой бой. Минеев и Смаилов уже в третий раз. Тем не менее, это все равно крупно. Но мы вот где-то, наверное, встали немножко. Ну, вообще индустрия, что вот есть две фамилии. Да, Минеев и Смаилов. На них сейчас вот точно интересно смотреть. Если сейчас придумать, попытаться придумать какое-то противостояние. Вот у Виталика много бойцов в распоряжении. И где-то из Кулачки, где-то из ММА, в том числе Валера Мясникова, который тебе очень хорошо знаком. Какой-нибудь придумать, если супербой, вот такой кросс. Ну, типа, допустим, чемпион Fight Night с Дни Трибекрёв против Хайбулы Мусалова. Тянет ли это на супербой? Можно ли это проговаривать? Ну, сейчас, да, тянет. Потому что такой консервативный чуть Бекрёв. Но все-таки чемпион много лет. И такой шумный Хайбула. Энергия в этом поединке, безусловно, есть. Валера Мясникова. Ну, я думаю, РСС подхватит эту тему. Я бы посмотрел бой Валера Мясникова с Вагабом Вагабовым, например. Кстати, да. Да, такой, знаешь. На контрасте, да, да, да. Есть свой контраст, да. Ну, кто еще? Если говорить про Виталика, вот с ним вообще сложнее всего. Потому что Виталий такой, понимаешь, уровень высочайший. Но при этом вопрос тренированности. Ну, просто простое большое очень. Да, и вот думаешь, а вот с кем Виталик? Минагов Вагабов. Ну, этот бой обсуждался в моменте. Вот я видел зрителями, так было интересно. Даже в рамках РСС это обсуждалось. А если до... Я вот, знаешь, вот так скажу, как бы, может, это Вагабу не понравится. В этом тоже ничего страшного нет. Это всего лишь прогноз на бой. Если Виталик будет в хорошей форме, у Вагаба в этом бою, я не скажу, ноль. Один шанс, что он успеет ударить до того момента, когда Виталик его переведет вниз. Дело в том, что... Ну, проанализировали, знаешь, там... Вагаб не тяж. Он как бы тяж, но по сути это 93. По своему, знаешь, мясу, которое на нем есть. Борьбы, чтобы бороться с Виталиком, нет. Ее вообще почти ни у кого нет. Именно борьба, вот первая фаза, перевод. Да, у Виталика есть проблемы с жиу-джитсу, как бы, но удержать Вагаба внизу он сможет. Знаешь, как этот бой будет? Он все три раунда просто будет держать Вагаба на полу, Виталик. Это тренированный Минаков. Посмотрите, бой с Чейком Конга первый. Не второй, когда Виталику было уже так... Он уже так по ходу дела. Первый бой, пять раундов. Вот это Минаков. Вот это вот я понимаю. Ну, а если Виталик так к себе относится, а Вагаб припашет, то, конечно, может быть и... Может и супер бой получиться. Да, может и супер бой, потому что мы видели с этим Олей Томпсоном. С Олей Томпсоном, да. Там была полноценная подготовка, да. Была проблематик. Вот такого бы Минакова Вагаб скорее бы все прибил, потому что он, ну, с классом. Ну, а если какие-то вот такие медиа, историй, ну, стык, вот медиа и профессионального, Калмыков, Минеев, например, по боксу, допустим, вот эта история, можно ли ее как-то рассматривать? Ну, я бы уже всегда смотрел по кикбоксингу. А, Калмыков кикбоксингу? Да, изначально, да, на хорошем уровне дрался. Он прям дрался и дрался. Ну, вот здесь в этом бою есть такая интрига, две аудитории, согласен. Можно порассуждать, а кто выиграет. Я даже знаю, что скажут. Но если бы это был Минеев образца 2013 года, то у Калмыкова без шансов. Но сейчас же Минеев уже не тот, а Калмыков там и. Знаешь, он в такой разговор пошел бы. Но он уместен. Да, дискуссия была бы с двух сторон, как за одного, так за другого. Ну, хороший, хороший бой. Калмыков-Минеев по тику. Да, и вот Бекрёв-Мусалов тоже крутой бой был бы по ММА. У меня, знаешь, единственный калмыков какой вопрос? Мне кажется, он из коротких штанишек по ММА никак не выпрыгнет. Почему? Ну, мои ощущения, я делюсь. Мне кажется, что ему нужен бой в каком-то промоушене таком, не поп. Чтобы он, чтобы Вова Минеев не испытал, например, тех же эмоций, которые испытывает Александр Шлеменко, когда ему предлагают кого-то из попа ММА. Он, знаешь, как будто связываться не хочет. Он говорит, ну не, ну они же там, у них своя тема. В своем рынке-то. В своем рынке. Чего я туда? Он мне не нужен, мне не интересен. Вот так про Калмыкова скажет Вова. А вот если бы Мага, например, где-нибудь подрался, там, не знаю, в РССИ, там, не знаю, условно, ФКР про, ну я про ЭСИ не говорю, там, потому что долгосрочные контракты, да, или на каком-нибудь турнире по боксу таком, знаешь, и прочее, то тогда уже другая была бы история. То тогда Вова бы к нему относился, как человек, который с ним с точки зрения социальной составляющей находится в одной вот парадигме. А сейчас так, как будто чуть там. Вот Мусалов, Бекрёв, Бекрёв так никогда не скажет, потому что Хайбула, он такой, знаешь, он как будто бы в поп-ммэй всегда был человек из реального спорта. Ну, как бы над этой индустрией. Да, согласны, да? Так и есть международник по боксу. Да, вот это. А Калмыков, он стал известен именно внутри поп-ммэй, и очень многие даже не знают про его вообще ресурсы, регалии, как бы за. На самом деле, у Мухаммада есть огромное желание выступить за рубежом. Мы общаемся в том числе и с Бернаклом. Он прям хочет и за титул страны стоять, ну и в принципе выйти вот за эти рамки какого-то больше федерального уровня. То есть он готов двигаться даже по деньгам с целью того, чтобы как бы и больше аудитории выйти, и получить громкие вызовы. И по Владимиру мне его не раз он говорил, что это был бы крутейший бой. Ну, я вообще, мне кажется, мага даже вот по своей, как бы, вот когда на него смотришь, чисто с точки зрения фактуры, он такой, знаешь, воин, спартанец, условно, знаешь, смотришь. Он должен драться на более, ну, не должен он драться, честно, с Хайбати. Хайбати, он уже все, он уже вот, он уже зафиксировался там. Он там собирает денежку, у него там своя аудитория, которая очень нравится, как он плохо говорит на русском, знаешь, вот все, вот он там, мага там. Можно сколько угодно говорить, что он мог бы стать там бойцом UFC, мог бы, но он там. А Калмыков, он как будто бы должен чуть-чуть другие штурмовать вершины. Ну, в том числе, да, и проводить бои вне рамках попа ММА, но об этом также идет разговор. Расул Мирзаев, я вот удивился, была премьера Hardcore Reality. Мне кажется, впервые вот с тех времен появилась ваша совместная фотография. Более того, я его еще опубликовал. Да, да, да. Я его спросил, это, говорю, помирился, мы до этого уже виделись. Не, мы виделись уже до этого. А кто стал инициатором, Расул? Давай сфоткаемся. Не, ну, наверное, я. Говорю, давайте вместе общие фото сделаем, выложим. Расул такой счастливый был. Ну, я его, слушай, вы поймите правильно, у меня нет к нему, у меня разочарование есть. У меня даже больше, знаешь, честно, какое-то расстройство за него, клянусь вам. Вот если спросить мои вот эмоции вот сейчас, я больше даже за него расстроен. Что ему пришлось вот в каком состоянии некомфорта находиться последние, там, лет пять уже. Ну, как будто мы же видим, что с его карьерой, да? Вот, ничего хорошего. Вот сейчас вот, кстати, мне нравится, он сейчас... Сейчас чуть подлетел уже. Он выступил ярко. Вот мы ему сделали бой сейчас с Бату Шарбульта. Да, нет, а еще до этого уже был бой... С Мартиным Жуаряном. А помнишь, еще он подрался на «Правде»? С Искандаром. Да. Кстати, Расул выиграл или проиграл? Не, проиграл. И на телеке всем казалось, что выиграл. Вы тогда тоже писали, что выиграл. Прямо сто процентов. Но кто был в зале, говорит, такой близкий бой, ну, как будто Искандар победил. Не может быть, да. Ну, все равно это был для него вот рост. Он как бы хорошо смотрелся. Вот сейчас у него прикольно. А вот когда он последние лет пять, когда в ЭСЕ не пошло, там, сям, он какой-то непрекаянный был, я за него просто расстраивался. Ну, понимаешь, сразу бабок нету. Это же, ну, очевидно же, да? Ну, а сейчас, что, я рад, что он хотя бы вот сейчас подзан из карьеры, сейчас баблишка заработает чуть-чуть. И бой собрал больше всего. Даже больше сейчас, по-моему, на данный момент, больше, чем Хайбула против Татарина. С братом Шары, да? Да, больше всего по просмотрам. Но все равно Расул, это все равно человек, который всем известен. Федеральное имя? Да, да. И на пресс-конференции больше всего вопросов было задано ему. Сейчас, после совместной фотографии, есть ли вариант, что сядете вы там за стол переговоров, может, не с Расулом напрямую, а с Виталиком, например, с компанией его, и поговорите, ну, что-то придумать, что было бы интересно. Я вставлю. Я помню, вы когда Золотым делали интервью, мы очень правильно Золотому сказали. У него что-то менеджер появился у Расула, да? Юсуп Садулаев. Юсуп Садулаев, да? Вы сказали такую вещь правильную. Говорит, я бы никогда на месте Юсупа Садулаева не разговаривал бы со мной по Расулу. И так же на месте Расула бы не ставил. Поэтому я боюсь, чтобы такая ситуация просто не получилась. Ну, я бы в итоге сам бы у Расула спросил. Да, конечно. Там, как вот, кто этот? И он бы сказал, там, Виталик. Ну, вы же поняли мою мысль? Мне просто странно с Расулом. Меня почему покоробило тогда? Потому что Юсуп начал мне рассказывать от имени Расула, сколько они хотят денег. И я говорю, пацаны, я вам 20 тысяч долларов готов платить. Он говорит, ну, там, в ICA 25. Все тогда. Ассалам алейкум. И расход. Но при этом они мне не сказали, что они принимают предложение ICA. Это я потом неожиданно узнал вообще, просто случайно. Но неважно. Формально никто никого ни в чем обвинить не может. Стороны как бы выполнили все условия переговоров. Но вот это, когда кто-то со мной разговаривает, все. Это странно было бы. Я вот если бы с Виталиком захотел бы поработать, я бы тоже позвонил бы ему, понимая, что есть Виталик. Я бы поговорил бы с Виталиком, а потом бы сказал, все, мы тогда дальше, я про того Виталика Минаков. Мы тогда уже с этим Виталиком технически все решим. Вот так, мне кажется, это, не знаю, кто-то скажет понятийно, кто-то скажет, что мы сами себе противоречим, говорят, что спортсмен нужен менеджер. Но я же пометил, что есть такие имена, когда они сами дружат с промоутом. Нет, ну и когда еще имена у вас просто много лет выступали, у вас был прямой контакт. Другое дело, если вы ищете спортсмена и как бы тут менеджеры перепрыгиваете, а другое, если вы столько лет напрямую общались, то это было бы глупо не написать напрямую. Да, да, ну слушай, вот так вот, да, такие у всех есть. Знаешь как, ну сейчас вот, ну я предполагаю, что какие отношения между Николаем Клименко и Иваном Штырковым. И вот знаешь, там завтра кто-то начнет с Николаем Клименко условия обсуждать побои Ивана Штыркова в РСС. Ну как-то странно же, по мне было бы странно. По Расулу, значит, история, так, если прямо ответить. Ну Расулу, смотри, Ярик, Расулу на данный момент, сейчас я тебе скажу, 86 года, ему 38 лет. Да, 38 лет. Расул сейчас там, где он, там, где ему нужно находиться. Вот в свои 38 он должен такие бои получать прикольные, там, не с Шарой Буллитом условно, а с братом Шарой Буллита. Понимаешь, вот что-то, что вот, скажем так, хайпово, хайпово. Такие бои, как мне кажется, у Виталика в голове, там, 2-3 точно есть. Чтобы завершить карьеру Расулу, у него сейчас хватает, я думаю, предложения. Это он в нашем деле же дрался? Да, как раз в этот момент зашел Сударман Гулян. Ну вот, в нашем деле он как раз, и вот сейчас пару-тройку боев проведет, и дальше ему нужно, если все это будет на позитивной волне, нужно закончить карьеру. И вот на этой волне найти что-то, чем заняться. Ну и будем честны, бокс неплохо идет. Вот если не брать ИММА, может быть, ИММА такой непростой бой был, бокс хорошо у него заходит, как бы видно, как будто он под него адаптирован. Да, да. И такой бокс вязкий, тяжелый, прям любому сопернику дает бой. Он всегда боксировать мог, я тебе могу сказать, он такой Расул, все равно темповичок, знаешь. И просто ММА, боксерский перчатка больше. Сейчас он же как всегда работал, врубиться в драку, а там кто-то упадет. Всегда падали люди напротив него. Потом время прошло, начал падать он. И ММА перчатка, там, как бы, да, для него стала фатальной. А еще в боксерской перчатке он продолжает навязывать эти интенсивные бои, такие темповые, и, блин, заходит вообще классно. Вот коснулись темы боя Минеева и Исмаилова, да, и сейчас, не знаю, может быть, тоже обращаешь внимание, что некоторые пишут, что вот проходят годы, да, и Камил Гаджиев уже, по сути, ассоциируется исключительно с этим боем. И пройдет 20 лет, Камил будет делать противостояние Минеев и Исмаилов по нардам, там, не знаю, что-то еще придумали. Тебя самого не напрягает такая ситуация, что, знаешь, может быть, даже уже сейчас нет, ну, такое поколение людей выросло, которое смотрит на Камилу Гаджиеву, а, ну, это вот промоутер боя, там, Минеев и Исмаилов, и как бы все. Хорошо, хорошо, когда тебя с чем-то вообще ассоциируют, понимаешь, это же тоже немаловажно. То есть есть поколение, которое меня ассоциирует с Минеев и Исмаилов, а есть поколение, парадокс, я сказал, выше, ассоциируют меня с медиафутболом. Меня это устраивает. Самый главный вопрос, а с чем будут ассоциировать всех остальных? Да, вот у нас сейчас Армен Гулян в студии будет через некоторое время, и вот Армен Гулян, когда он будет, там, например, промоутером уже с большим стажем, надо, чтобы люди его ассоциировали с каким-то большим боем. Это очень важно. Если с двумя, с тремя, еще лучше, да, может, мне не хватает двух-трех боев. А если этого не происходит, то, значит, ты где-то не доработал. Потому что должны быть какие-то, ну, супер-пупер вспышки. Должны быть. Вопрос даже не в том, там, как ты по итогам заработал, не заработал, там. Понимаешь, вот люди говорят, мы провели 284 турнира, это 3172 поединка, из которых столько-то завершили нокаут. У меня такие отчеты слушал, как на партсобрании. Ну и что? Понимаешь? Должно быть что-то вау, понимаешь? Вот этот вау, это и есть гордость промоутера. Слушай, знаешь, еще что добавлю? Я вот когда изначально начал работать там в индустрии по ММА, то здесь начали собираться, когда пары, ну, с матчмейкерами общался, да, и пары так несложно собирались в главные бои, потому что, ну, как бы рынок перенасыщен, бойцы есть. Но когда я попал на канал РЕН-ТВ, и вопрос встал мейнов там, мы начали смотреть, и там на России 10-15 человек таких федеральных имен, кого ты можешь поставить, чтобы посмотрело. Если у тебя в активе два из них, да, потому что, как мы помним, да, это на самом деле огромный актив, потому что мы видели, как многие, я не буду называть по именам, промоутеры, там, на Саше Миянько уже таким уставшим делали, потому что они понимали, а кого ты другое имя сюда поставишь? Он хотя бы что-то привлечет. Кстати, хорошая школа, вот, бойцовский клуб РЕН-ТВ, да, в целом, с точки зрения того, как, ну, сейчас мы не сотрудничаем с этого года, я просто понял, что объем задач, которые у меня есть, свой собственный, там, Fight Nights и прочие, бокс, там, и так далее, он не соответствует тем запросам, которые сегодня команда РЕН-ТВ, как бы, да, предъявляет. Поэтому мы спокойненько, как бы, разошлись, там стало больше бокса, там, по-моему, промоутерская компания «Союз», как бы, да, стало. Там несколько, там, Владимир Хрюнов, получается, шел, и вот от федерации бокса «Союз» Виталий Шильников. Ну, да, Хрюнов он и был, мы там как-то делили, да. А так же сейчас происходит. Да, сейчас, и получается так, вот смотри, прошлый, позапрошлый год, там все время такой запрос. Нас интересует только то, что интересно вообще широкому зрителю. И когда начинаешь действительно этот список шерстить, то он не такой уж, что и большой, да? Шлеменко. Да, это одни те же льня будут. Льяненко, Дацик. А если постараться придумать какие-то два имени, даже вот из такого фантазийного чего-то, но от которого можно было бы поставить, и чтобы это собрало аудиторию? Больше, чем Минеев и Смаилов. Больше, чем Минеев и Смаилов. Минеев и Дацик. Минеев, Дацик. По телеку? Да, либо уходить уже в шоу-бизнес. Если даже, да, вот, как ты разужал. Магистерна, Шамана и так далее. Вот в такой сторону. Не, ну это вообще даже не обсуждаемо. Если брать, вот, ты прав, Виталий, да, если вот взять вообще, как бы, людей, которые просто очень узнаваемые. То есть, смотрите, Моргенштейн, Шаман, какая аудитория? Да, аудитория будет сумасшедшая, да. А если брать вот именно индустрию, то Исмаилов, это, Минеев, Дацик, пожалуйста. Они еще там будут, им есть что сказать друг другу, там, да, даже в контексте СВО, например, там, да. Вот, и пошло, пошло бы, пошло бы. Один такой хулиган, да, второй такой хороший, там, ну, например. Но это будут имена из того списка 15 имен, которые мы шерстим. Не, ну еще куча будет, Шлеменко и Миляненко. Александр, соответственно, да. Который должен был бы объяснить на, уже в буквальном смысле этого слова, о том, что здоровый образ жизни лучше, чем на примере, на примере, да. Понимаешь? Вот это было бы вау, конечно. Но Шлеменко не будет с Миляненко драться. Ну, я думаю, да, и не организаторы, и не сам Александр Шлеменко не возьмут на себя такую ответственность, в общем, да. Ну, а я, кстати, что сейчас вообще с Алье? Все, не слышно. Недавно Умар Кремлев про него говорил, что на связи они... Это Умар, да, он больше своим поддерживается. Ну, какое-то видео выложили, что скоро вернется, будет драться по боксу. Ну, знаешь, он сейчас пашет и... Может, и Миляненко Джиган стала ближе. То есть не все сейчас риски хотят на себя брать, его привлекать, неизвестно, как закончится. Ну, я думаю, так могло быть. Может быть, сейчас, например, Умар Кремлев сказал о Миляненко гипотетическим. Саня, никуда не лезь, потому что проблема была о Миляненко в том, что он, не успевая просохнуть, сразу лез драться. Ну, да, вот, и он получал. А вот если бы Сане было бы время, реально, потому что бросить пить и быть готовым к бою, это же пока разные вещи. Если бы он бросил, позанимался бы ЗОЖем пару месяцев, потом бы засел бы в хороший лагерь. И через 4 месяца после нет алкоголя мы бы увидели хорошего Миляненко. Но ему эти 4 месяца никто никогда не давал. Не давал, но и, будем честны, так циклично с ним. Вот я видел, как его несколько раз за мат возил, потом Владимир Крынов его, Бурчак, они возили его в ингушетию, лечили. Ну, проходил небольшой цикл, все было за ровно. Не будешь с ним жить постоянно. Не, не знаю, виноват, понятно, в первую очередь он сам, тут его там не обсуждается даже. Так вот, может быть, сейчас Умар сказал ему, никуда не лезь, вот тебе все условия, вот тебе, например, жилье, деньги, восстановись. И вот такой восстановленный Емельяненко уже, которому не нужно сейчас, понимаешь, ему же деньги нужны были в моменте. И он приходил за ними, как бы, да, искать эти бабки. А здесь они ему, например, не нужны. Давай помечтаем. Да, Умар ему там создал сейчас необходимую базу, материально-техническую, все, финансовую. И вот он, АЕ, реально, как птица Феникс, свежий, подготовленный, залетает и начинает снова крушить. Будет история. Это, наверное, не в долгую, но несколько боев, да, таких могли. Да, да, годик продержится, примерно. Но за этот год он снова, как бы, РНТВ, снова, как бы, рейтинги. Емельяненко Джиган, я говорю, все ближе. Емельяненко Джиган, да, вот тоже, это сразу. В перспективе ближайшего года мы увидим что-то такое. Это тоже соберет, мне кажется. Да, вот сейчас, на самом деле, я могу сказать, бесполезно им делать бы бой, если бы не, например, если бы АЕ в том виде, в котором мы его видели, ну, бесполезно. Там просто Джиган, физически сильный человек, у которого есть навык, который не боится, он в любом случае бы достал бы до челюсти АЕ. Виталья, вот ты как менеджер, который работает со многими лигами, с кем в процентном соотношении вот ты работаешь больше всего, скажем так, да, если мы берем... Я думаю, что по объему сначала хардкор, хардкор идет на втором месте RCC, и вот на третьем наше дело РНТВ, если так взять. Ну, если по количеству бойцов, понятно, что сейчас нашим делом началось больше интеграции, но просто в хардкоре есть три вида спорта. Например, у меня там Север дерется в боксе, там Шамиль Рамазанов ММА, кто-то дерется в кулаках, вот именно за счет этого объема. Сейчас, когда, например, тоже наше дело, там уже понятен формат, да, уже понятно, какие бойцы интересуют, кого предлагают, ну, как бы здесь тоже начинается больше интеграции. Ну, а RCC, потому что у них есть кулаки, это первостепенно, какие у нас бойцы, и потом уже с Николаем начали интегрировать своего ума и кикбоксинга. Был ранее период, когда больше работали с РНТВ, когда там было по 10 турниров, но сейчас у них и турниров меньше, и запросы чуть другие пошли, поэтому мы точечно вставляем, но не как бы не на таком объеме, как, например, 2022 год, когда там рейтинги были очень высокие всего. Я в этом году что-то, ну, я-то просто не в теме, особо РНТВ-шных турниров не вижу. Был, был, где Никулин дрался с Бекрём, и там был неплохой бой Егорова против Глентона, хороший бокс был. Глентон, который Асбарву проиграл? Асбарву, да, и с Бекрём, разве? Он не с Бекрём, Никулин с Погодиным, с Погодиным был бой, да, четверка был. А, вот, все, вспомнил, я же смотрел бой Егорова с Глентоном. Да, Виталий Минаков в этом году, да, Виталий Минаков был в этом году, получается, там, да, все, ребята. Так прошел более, а, с Оли Томпсоном тоже раньше видел, да. Да, получается, было у Владимира Хрюнова два турнира, и два турнира было у Шильникова, Садокова, да, вот они делали. Ну, да, тоже нормально. Камил, вот интересно, как бы ты сейчас расставил лиги вот из тех, которые существуют, вот такой свой топ составить? За скобками Fight Night составляем, понятно? Да, если Fight Night составляем, аж субъективен, понимаешь, да. Наше дело, FCC. Давай так, конкретизируем. Мы сейчас, как бренд в единоборствах говорим, или по видам спорта? Ну, я сейчас объясню. Например, ICA безусловный номер один в ММА. Можно так сказать? К примеру, можно. Но, ICA не делает ни бокса, ни кулаков, понимаешь, да? Поэтому по присутствию, по присутствию, я думаю, что сейчас наше дело, наше дело хардкор. Ты делит первое или первое наше дело? Наверное, делят первое. Причем, я тебе могу сказать так, что если наше дело я сейчас наблюдаю, а хардкор я сейчас не наблюдаю. Но вот так как его было много некоторое время назад, у меня, видимо, еще инерция есть. Я как раз хотел спросить, что сейчас, в принципе, делает хардкор. Ну, 13-го числа сейчас будет у них Климов. Стадионный турнир. Да, Климов дерется с Дамиром Исмаговым. Да, и у них дерется. Мурабек Асенбаев с Диего Бронзалом. Да, да. А, вот, вот. Там они хотят в этот раз 360 заделать, типа, весь стадион забил. Да, да, вот потому что там, да? Вот, видишь, я чуть-чуть, да, я видел, кстати, Дамир же. Я как раз увидел там его бой. Соответственно, наверное, хардкор с нашим делом я бы поделил первые места. И у нас после них я бы поставил RCC. И топдок ACA я бы расположил бы под ними. Именно потому, что это монопромоушены. То есть одни делают только кулачку или только ММА. И получается, что общий эффект, вот, в целом, количество, он гораздо ниже, чем у тех, кого я назвал выше. Я даже вот ленту открываю, я постоянно вижу какие-то новости. В нашем деле кто-то подрался, в нашем деле то, в нашем деле это. И также я наблюдаю, например, хардкор. Там что-то случилось. Ну, там еще много скандальной составляющих за счет этого, да? А RCC я вижу меньше. А топдок и ACA я вижу только в связи с какими-то профессиональными новостями. Вот так. Да, ну и будем честны, хардкор и наше дело, они занимаются закупкой рекламы. Они ведут эту маркетинговую политику посевов и так далее. Топдок, RCC, они практически не распространяют о себе рекламу. Вот сейчас дрался мясников. Но будем честны, мало все равно охват по этому бою. Камил, вот интересно тоже, замечаешь ли ты, сейчас, наверное, многие проговаривают, Александр Шлеменко проговаривал в частности, что вот Камила стала чуть скучнее слушать, потому что стал он менее острым. В частности, да, проговаривают это по отношению к Анатолию Сульянову тоже. Люди частенько замечают, что как-то вот смягчилась твоя риторика. Я не только к нему. Я сейчас скажу тебе. Я просто вставлю, один из самых лайкных комментариев был, если Анатолий Сульянов скинет задуманную бомбу, Камил Гаджиев скажет, ну нормально, пошумели. Объясню, чем это связано. Я даже пояснял. Я просто стараюсь в последнюю очередь критиковать коллег по цеху, потому что я понимаю, насколько это тяжело. Мне вот бойца покритиковать легче. А вот когда я смотрю на промоутера, я знаю, какой это труд тяжелый, потому что у нас промоутер в России должен придумать, договориться, найти бабло. Сейчас еще с властями разобраться, потому что турбулентность высокая. Там запретили, здесь разрешили, здесь теракт, здесь разрешение, здесь там проблемы с этническими сообществами и так далее. В итоге все это схлопнуть, провести и еще найти все силы двигаться дальше. Но это очень сложно. Это гораздо, честно говоря, сложнее, чем взять и сделать себе хороший лагерь, три месяца подготовиться, выйти и подраться. Поэтому я не критикую. Ну вот говорят, там, то ли, например, там, это, то ли, то очень много сейчас скандалов с хардкором связано. Ну, не согласиться с тем, что токсичности много, очень сложно. Это и есть. Но при этом я понимаю, что вот он встает и умудряется сделать так, чтобы мы с вами 13 июля, ну, не мы с вами, а казахстанские болельщики посмотрели большой турнир в Казахстане. А я-то знаю, что в Казахстане сидит полоумная женщина там, в федерации, которая людям, особенно с зарубежным промоушенам, пытается не выдать разрешение на проведение турнира. Как-то недальновидно ты о ней, мне кажется, если она выдает разрешение. Ну, ничего страшного, у нас там тоже есть кто нам помогает. Разберемся с этим. Да, и при том, что у них еще есть свои промоушены, которые сейчас идут. И сейчас собрать карт-кору там зрителей не так просто, потому что идут еще местные промоушены, которые делают имена. И, может быть, собрать тоже можно по-разному, продать билеты или раздать билеты, это тоже большой вопрос. Но не суть. То есть, да, повезти всех этих людей в Казахстан, найти на это бабло. Надо? Надо. Там им Элимбет помогает, можно сказать, но с Элимбетом же тоже надо каждый день общаться. Понимаешь? Это сложно, это работа. И как сделать так, чтобы твой турнир не перенесли 20 раз? Вообще разрешили. Ну, я поэтому особо не критикую. У Сани другая ситуация. Да, он, кстати, нет-нет, а занимается организацией турнира. Вопросов нет. Но он где их делает? Пока только в Омске. Там, где у него везде полный зеленый свет. Так же? То есть, он, на самом деле, Саня, он вот этого вот промоутерских проблем, он еще их не хапнул. Поэтому он в своей нише общественно-политическая работа и подготовка к боям. Они с Толи разными вещами занимаются. И как мне кажется, у Толи уровень стресса в его работе гораздо выше. Ну, по-моему, нашел способы с этим стрессом бороться. Нет? Ну-ка, какой? Давай назову это так. Научился получать удовольствие от жизни. Короче, ты себя не считаешь, да? Что ты с годами стал такой чуть менее острый, яркий. Не, а все мы с годами становимся чуть другими. Надо, ты уже не пылишь там каждую неделю, ты там взрываешься раз в месяц, тем ценнее. Ну, понимаешь, что там поставить сейчас телефон, как я это делаю, да, там? И просто там включить пушку, да, не пушку, а пулемет именно. И начинать из пулемета расстреливать. Да я тебе сейчас, я просто уничтожу, блин. Виталий Минаков, который ни хрена не готовится, он у себя в спортзале ходит, готовится в этом. Где он работает? Не, он в Выволф ездит. А, да? Он там же ходит. Зал фискультурников, по мнению Камила Гаджиева. Образца двухлетней давности. И вышеупомянутый бойцовский клуб на РЕН-ТВ, с которым я тоже там хорошо тесно дружу. Когда стоит ринг, и классная картинка, но все, что за пределами ринга, нафиг никому не нужно, понимаешь? Тратятся космические деньги на большие имена, как говорят, большие имена. И действительно, они себя с точки зрения рейтиков оправдывают. Но в зале нет людей, понимаешь? И на ИСИИ, у которых километр денег, понимаешь? Ну, который, ну, уже сколько можно? Ну, в конце концов, вы наймите себе какого-то креативного человека, который просто сделает что-то, чтобы про ИСИИ знал кто-то за пределами индустрии. Ну, хоть ты убей, не делают, и все. Понимаешь? Ну, я, честно говоря, тут не соглашусь, я не знаю, вы, наверное, знаете, да, что наша компания работает с ИСИИ, мы работаем не со всей лигой, она сейчас поделена на веса с точки зрения медиапродвижения, и мы как бы занимаемся частью. Чуть-чуть пошло, да. Да, и пошло, и они сами, ну, до нашего прихода уже сделали работу большую по гран-при, по тому, как медиа вытаскивать. Просто бывает, когда такие бойцы уже такого уровня, часто срываются бои. Зачастую мы видим, ну, видели ИСИИ, сейчас будет поменьше кардов в этом году уже у них некое сокращение, боев больше будет в каждом карде. Вот, мы видим то, что, например, вот у них большой турнир прошел, а следующий турнир, бой главный слетел, и глубина карда совсем низкая. Ну, то есть, никто этого турнира не знает, да. Но сейчас они исправились в этом плане, стали делать закупки, какие-то пассивы, то есть, стали в маркетинг работать. И вот последний турнир, который был в Сочи, ну, там не весь стадион, ну, плюс-минус было забито. Которые турниры были в Москве, там тоже плюс-минус вот последние два были бы лет проданы, я смотрел. Так, а по кому я еще не проехался? Да, сейчас было такое эхо жесткого Камила Гаджиева. Наше дело, понимаешь? Ну, в конце концов, ребят, ну, вы пошли уже в футбол, ну, возьмите хотя бы, сделайте так, чтобы вас туда взяли, понимаешь? Вы сейчас играете стыковые матчи и проигрываете эти стыковые матчи. Надо расширяться, вы вроде бы все вопросы решили по ММА, там, по кулачке и так далее. Но сделайте так, чтобы вас было много там, где вы хотите. Ну, как можно идти стыковой матч играть с футболистами, понимаешь? Взять, проиграть и повесив нос там стоять на бровке. Ну, объективно так, понимаешь? Не доработали, не доработали. Кто у нас сейчас? Хардкор. Не, хардкор мы проходим, мы же уже договорились. Не, хардкор трогаем, почему? Только я даже делать этого не должен. Я могу просто достать телеграм-канал Александру Лютикову и вот так его показать здесь. Но, но, надо отдать должное. Вот реально, снова отдам должное. Вот снова но. Я всем отдаю должное, всем. Просто он, эти новости, которые его уничтожают, он их вообще вот мимо ушей пропускает. Ну, на Лютикова он там рефлекснул. Что-то было. А так он пропускает их мимо ушей, вот говорят там, пишут сейчас, Анатолий Сульянов, какое-то дело банкрот. Да, он вообще не парится, не комментирует. Ему говорят, что он банкрот, а он выставляет видео, как он на вертолете по баяме летит. Или хардкор реалити, понимаешь? Ну, надо просто сесть и сказать, ребят, а что вы ждали-то? Вы хотели, чтобы у нас здесь как в хайп реалити люди друг с другом дрались, что ли, с утра до вечера? Так, ну, имеется в виду дрались, не дрались, а дрались, мордобитием занимались. Такого не будет, нет. Держите такой консервативный, скучноватый формат. Но нет, как бы, Толя держит хвост с пистолетом, в кинотеатре «Октябрь» собирает людей и делает там, к примеру, первой серии. Единственное, что не все досидели, он опоздал часа на два. Да, и плюс о нем еще там Ксении Собчак выпуск снимает. Да, все их было. А кто-то говорит, Ксении Собчак заплатили деньги. Ну, заплатили же, понимаешь? Ну, пришла же, да, все. Нашли же на это бабло. Да нет. Что еще у нас осталось? Тут один момент с лицензией, да, там целый драмтеатр был, как люди смотрели, как их лишили, через несколько часов им выдали ее, и тут вся страна наблюдала. Ну, видишь, лишили, но потом дали, понимаешь? Кто у нас еще остался-то? Амиран вернулся сейчас в индустрию. Смотрел же эти выпуски. Ну, тоже уже 200 лет мужику сейчас, если он начнет просто делать битву за хайп в том же виде, в котором мы привыкли, так дело не пойдет, понимаешь? Там у Амирана должны быть какие-то заготовленные пушкой идеи, понимаешь, какой-то план. Потому что в чистом виде битва за хайп, она так восприниматься, как воспринималось ранее, она уже не будет. Не будет. Ну, и завершая эту тему, можно сказать, что пора уже мне тоже, на самом деле, просто сидеть в ресторанчике. Рейтинге поднял, рейтинге поднял. Понимаешь, он сейчас этот, вы в этом списке, вы этот список закинете в ролик. Удушающий. Нет, Амиран задушил Камилла. Вот, все. А ты смотрел выпуски сейчас, которые вышли? Ну, первый выпуск смотрел, конечно. Уже два вышли. Ну, я первый смотрел, вот. И про себя самого, ну, конечно, надо уже из этого постараться сделать какой-то там реально глобальный бизнес, придумать. Потому что, занимаясь этим 15 лет, продолжать говорить о том, что, блин, ну, это, конечно, не бизнес. Мы продолжаем работать, как бы, и делать это, потому что есть социальная составляющая. Ну, это тоже неправильно. Получается, я не мотивирую, а демотивирую, понимаешь? Хотя я и говорю правду, но я демотивирую. Надо уже придумать уже Камилу Гаджиеву формат, при котором все работает, зарабатывать денег, понимаешь? А я до сих пор так этого и не сделал. А у Камилы Гаджиева есть вообще сейчас запал, такое желание что-то придумывать? Или уже, знаешь, есть такая коммерческая составляющая? Вот Камил Гаджиев бизнесмен и... Слушай, знаешь, как я вот сейчас смотрю? Так, турнир в Ереване. Вот тут просто пример. 23 августа. Давид Хачи отряд против Адиля Барамбаева. Там же Акоп Степанян с пацаном, бразильцами, еще кто-то. Я такой думаю, так. Мне когда говорят, ну что, в Ереване турнир? Я говорю, да, в Ереване турнир. Во-первых, в Ереване ничего не происходит. Это будет круто. Это для народа, знаешь, такой подъем. И плюс погода хорошая. Давайте поедем, человек 30 или 40, в Ереван. Посмотрим на Ереван, понимаете, да, сделаем. Вот больше с этой стороны на проект смотрю. Как экскурсия в том числе. Да, он меня не сводит с ума в части того, что там будет какой-то беспрецедентный поединок. Даже если бы я там сделал, например, там вышеупомянутый Димарш, в котором мы говорили. Или, например, и Миша Аллахвердян. Типа бой за заняем чемпиона. Если ты думаешь, я бы возбужден от этого сидел, нет. Меня даже менее Смейлова не возбуждают. Вот это признание сильное. Да, они меня сейчас не возбуждают. То есть, ну, да, хороший бой будет, посмотрят люди. Очень большая тусовка будет, да. Но какого-то такого, знаешь, предвкушения, наверное, нет. Ну, пока так. Ну, потому что вами планки уже эти все были достигнуты. Ну, этапы тоже разные, знаешь, этапы тоже разные. Наверное, если бы мы по итогам года посчитали, что мы заработали много денег, вот это бы меня возбудило. Не в смысле положить их в карман даже, а в смысле сообщить о том, что, оказывается, индустрия боев-то. Может. Какой-нибудь контракт крутой бы с кем-нибудь подписать, знаешь, беспрецедентный. Помните, UFC подписала CSPN на полтора миллиарда долларов? Он до сих пор, да, работает еще. И вот, как будто бы UFC после этого стала, ну, просто… Обновилась еще. Да, обновилась, да. И все говорят, блин, вот это, да, понимаешь. И когда про большие контракты речь идет, даже вот внутри России, как-то приятно становится, что вот могут. Я вот сейчас Минеев и Смаилов получат 50 мультов. Вот об этом говорить приятно. Это значит, что мы эти деньги… Где-то нашли, да? Нашли. Это круто. Ну, а сейчас вот, да, сейчас же много разговоров, вот опять же, да, говорили про хардкор, про то, что очень много негатива вокруг лиги, да, есть комментарии, там, из разряда «закройте уже эту лигу» и все остальное. Мне, как человеку, который там контент производит, основанный в том числе на этом, ну, типа тяжело найти плюсы от того, что это закроется. А есть ли какие-то плюсы? Вот ты как считаешь? Нет, я плюсов каких-то не вижу. Вообще, закрыть это всегда такое, последнее дело. Это всегда можно быстро сделать, да, одним шагом просто. Формально, а фактически как ты закроешь? Но при этом мы вот недавно разговаривали с Алексеем Папиным на эту тему, и он так тоже, может, где-то нелестно высказался, он говорит, ну, Виталик, ну, что закроет? Говорит, освободится же там не тысяча людей, освободится сотни человек. На самом деле, для индустрии это, ну, достаточно глобально, когда 100 спортсменов, даже 100-200 сейчас выйдут просто на свободный рынок, он перенасытится. А другое дело, что у меня есть мысли… И сразу Арман Гулян подберет. Ну, только лучших подберет. А кто-то в битву за хайп. Сразу коллаборация такая, да? Там как раз разные форматы. На самом деле, у меня есть решение внутреннее, ну, как я это вижу, да, что если бы сейчас государство, например, начало не футбольный новый клуб делать или хоккейный, а взяли бы и выделили вообще вид спорта ММА, и сделали бы какой-то государственный промоушен, где люди бы, промоутеры, могли планировать что-то не на турнир два вперед, а на год-два вперед, то, возможно, тогда бы ситуация изменилась. Вот вы, например, знаете, что зарплата баскетбольного клуба Химки в год 908 миллионов? Здесь тут два вопроса. Вы когда бы слышали о баскетбольном клубе Химки? И что можно было бы сделать, например, в промоушене ММА с 908 миллионами? Знаешь, я часто слышал эти разговоры про то, как государство помогает или не помогает. Вопрос, а кто до государства дошел? Понимаешь, вот часто говорят, вот нам денег не дает государство. А что государство за тобой бегать, что ли, должно? Вам деньги не нужны случайно? Вы должны сами. Вот должен Виталий Тарасов. Молодой, суперкомпетентный, русский. Нас кавказцы не очень любят, так скажем, да? А с опаской относятся. Потому что мы кажемся более непредсказуемыми в системе. Русский, понимаешь, все. Он берет, упаковывает хорошую презентацию и несет ее на самый верх. Да? ВК. ВК, понятно, что ВК, невероятный госресурс еще, да, есть. Обсуждает все это с администрацией президента. И вот в итоге Виталий Тарасову говорят, есть у тебя миллиард действий. Возможно ли это? В целом возможно. Просто никто этого не сделал. Когда-то государство посчитало, что это сделает Федор Емельяненко. Помните, он стал советником Мутко? Да, да, да. После своего тогда последнего боя. И государство посчитало, что вот сейчас есть Федор, который все это в целом упакует. Упакует. Но этого не произошло. Мы помним, что случилось. Федор посидел-посидел, что-то там. Не его компетенция. Да, и в итоге пошел дальше драться. Все. И государство, как мне кажется, разочаровалось. А теперь, конечно, для государства ММА это плохие слова друг другу. Драки, криминал, нерусские, там и т.д., которые еще оскорбляют русских. Вот в совокупности так. Конечно, при сегодняшних условиях сложно бабки подтянуть. Скажите, а вот если брать года, когда вы начинали, тогда, мне кажется, это было более для зрителя маргинально. Мне кажется, в те времена намного сложнее это было. Сейчас это сноу как-то отбелилось. Тогда было вообще невозможно. Тогда, когда ты говорил ММА там. Что за ММА, подожди, что? Ну, бои. А, бои без правил, что ли? Да, ну, да. То есть, нравилось. И уважали, и боялись в то же время. Так было, тяжело было. Но эффект новизны был. Эффект новизны был. Потом, я так слушаю. Сначала был эффект новизны. Потом растущий тренд. Он рос до 2018 года. Потом подрались Конор с Хабибом. Подрались Минеев с Исмаилом в России. Потом началась стагнация. И здесь, к счастью, появился поп ММА. Реально, к счастью. Потому что, если бы не появился поп ММА, то сейчас ММА, скорее всего, даже какой бы ни был, вообще никому интересен бы не был. Он бы уже сошел. Но поп ММА дал новой жизни. И началась новая жизнь для нашего вида спорта. И все. И пошло, пошло, пошло. Стало набирать обороты. И в итоге сейчас снова кризис. На мой взгляд. Да, турниров много. Организаций немало. Бойцы востребованы. Деньги в целом в индустрии есть. Потому что появились игроки. Разные платформы. ВК. Еще кто-то. Есть. Букмейкеры. Сейчас чуть букмейкеры охладили, но они есть. Но я вот просто пользуясь случаем, говорю, ко всем обращаюсь. Ребята, это долго не продлится. Это будет стагнировать. Ну, год все на это посмотрят. Ну, два. А дальше-то что? Скажут, да, мы это уже видели сто раз. Получается, тогда, может быть, какие-то там новшества нет. Но все равно, если мы перечисляем, да, партнеров, промоушнеров и так далее. В целом-то бои растут. Все равно их становится все больше, больше, больше. Конечно. И вот вопрос. Просто получается, бои сейчас, ну, может, не вышли на уровень футбола. Хотя у футбола тоже сейчас огромный кризис, да. Но ближе к этому уже подходит. Но на них сегодня выделяется то нужное количество там внимания, ресурса. Государство выделяется на те виды спорта, которые, ну, они далеко не так популяризированы. Вот, опять же, баскетбол, к примеру. Ну, баскетбол, да, баскетбол нужно субсидировать, помогать. Иначе баскетбола не будет. Он на обычных коммерческих началах, он не проживет. Поэтому, да, у государства есть программа, баскетбол нужно поддерживать. Там Иванов как бы этим занимается, да, и так далее. Отдельно как поклонник баскетбола и так далее. С боями, ну, с боями, знаешь, как, ну, сами справляются же, как бы, да, вот так. Ну, здесь все держится на личностях, на частных людях. Но, как взгляд государства на нас, они думают, ну, сами справляются, в принципе, знаешь. Ну, вот поэтому хардкор и приходится, чтобы показать рекламодателю нужные цифры, приходить к каким-то элементам трэша, да, чтобы отбить, грубо говоря, свой контракт. Если бы они не думали, что завтра им нужно показать цифры, может быть, они там и по-другому чуть свою риторику ввели. Но сейчас у них таких возможностей нет, потому что есть запросы от рекламодателя. Конкретно такие цифры. Ну, видишь, этот трэш, он получается, мы приходим к тому, что он отчасти работает на благо индустрии. Трэш связан не только с хардкором, любая организация, ну, давай так, мы все не без греха, да. И мы, там, бывает такое, что произошедшее на нашем турнире становится достоянием общественности, да. В нездоровом смысле этого слова. Ну, да и ладно. Что теперь сделаешь? Лишь бы все живы были и здоровы. Давай подытожим, Камила, я вижу, у тебя сейчас что-то большое здесь точно. Все промостры пришли, о ком сейчас говорили, да? Здесь собрались организаторы, руководители ЛИК, которые сегодня упоминались активно. У нас сегодня будет вечер, в котором диванные эксперты. У нас, соответственно, Нурбек Карабала приехал с Казахстана, привез свежие новости от лица Найзы и вообще всего ММА пространства. Армен Гулян, Амиран Сардаров и Даниил Алиев, он же регбист. И ваш покорный слуга, вот мы сегодня в пятером сядем, поштурмим. И давай тогда завершим. Вот интересно, видишь ли ты, что можешь что-то еще сделать в этой индустрии, большое такое, глобальное, в духе вот Федора, и если это будет не бой Минеева-Исмаилова, четвертый, пятый, шестой. Даже не обязательно, может, Федора, а может, какой-то новый продукт. Видишь ли ты в себе вообще силы, запал какой-то, ресурс? Есть, наверное, два вектора, которые, ну, мне кажется, три, которые мне кажутся перспективными. Первое, это противостояние команд, ну, из городов. Есть человек, он живет, например, в городе Воронеж, и он болеет за футбольный факел. Ему, да, ему нравятся отдельно взятые люди в команде, но он в целом за команду, что бы ни происходило. Он фанат своего города, места, где он живет. Вот по этому принципу может развиваться ММА, командная история. Это раз. Формат чемпион против чемпиона, ну, лидер против лидера, да. То есть, крутейший боец, например, одной лиги против крутейшего боеца другой лиги, и там в разных весах. Этот формат перспективный, к нему никто пока так и не прибег. Все берегут свое реноме, скажем так, да. Это два. И третье, это когда люди начнут драться с применением каких-то подручных средств. Я сейчас не хочу в трэш. Вот у меня, кстати, историческое фехтование постоянно, знаешь, на этом. Ну, хотя бы в защите, да, люди? Ну, я не знаю, люди возьмут какую-нибудь резиновую дубину и начнут драться на дубинах. В клетке ММА. Это тоже вектор развития. Сейчас мы скажем, что это, сейчас зритель скажет, да он что, с ума сошел, типа старый, бля? Да, ну, недавно договорили про головы кулаки, да, по факту. Совершенно верно. Вы увидите, год-два, может, раньше, может, чуть позже, люди начнут драться с применением каких-то... Ключевое, ты это будешь делать? Ну, пока, наверное, нет, пока ограничите историческое фехтование. Год-два, да, и увидим. А там видно будет, да. Ну, по дубине взяли и начали драться с дубиной. В принципе, обычная уличная драка, когда люди подручные средства берут. Ну, на этой ночи... Хорошо, что не ножи. Да, да, да. Главное, не на ножах, чтобы все на уважение. Здесь бы Сергей Бадюк с вами поспорил. Адепт ножевого боя. Сергей Бадюк, Андрей Кочергин. Да, они бы сказали, давайте с ножами. Кое карате. Надеюсь, до этого не дойдет. В общем, спасибо за приятную беседу. Будем отпускать на что-то большое. Все, Рахмет. Все, Виталий, удачи. Спасибо. Спасибо.